По многочисленным заявкам и вопросам, оставленным моими подписчиками в комментариях, я записал этот обзор снаряжения и видеотехники, которые я брал с собой на Хантенгри. Привет, друзья! Сегодня я расскажу о вещах, о снаряжении, которые я брал на Хантенгри в этом году. Это личный мой опыт, я не претендую на истину в последней инстанции, поэтому слушайте, делайте выводы и мотайте себе на ус. И обязательно досмотрите до конца, потому что в конце видео я расскажу о видеокомплекте, о фотоаппарате и о других прибамбасах, которые я использую в своих походах. Итак, начнем с главного. Это Excel-файл. Здесь выписаны наименования снаряжения, аксессуаров и прочих вещей, которых я беру с собой, их вес. И дальше в каждый конкретный поход я делаю копию нового листа, пишу Хантенгри 2018 и проставляю то, что я беру с собой. Потому что в зависимости от команды, кто-то берет ловиную лопату, кто-то берет горелки, кто-то берет веревки. И каждый поход, как правило, снаряжение, которое мы берем, это разное. Главное, это, конечно, обувь. Я использую в своих походах на 7-тысячники ботинки для спортива с пантик. Мы уже видали виды. Были и на пике Ленина, и дважды на Хантенгри, на Эльбрусе. Но скажу, что в комплект к этим двухслойным ботинкам приходится еще брать гамаши. Чтобы снег не набивался вот сюда, во внутреннике. И на самом деле, это не самая идеальная конструкция. Гораздо лучше подходят такие ботинки, как Ля Спортива Эва, Батура и так далее. У которых гамаши встроены в ботинки. Там также двухслойный ботинок. Но не нужно одевать гамаши. Подбирайте обувь ту, в которой вам тепло. На 7-тысячниках, может быть, на выходе минус 20 ночью. Может быть и холоднее, в зависимости от времени года. Поэтому, если у вас мерзнут ноги, значит, вам нужно об этом заранее позаботиться. Потому что на высоте, из-за недостатка кислорода, все конечности мерзнут сильнее, чем при той же температуре на равнине. Раз уж мы заговорили о тепле ног, поэтому я покажу вот такой лайфхак. Это я купил в Непале, в Намчи Базаре за 20 долларов. Это, ну, они сейчас тоже продаются в наших магазинах. Носки SmartWool. В них нога себя чувствует очень комфортно. И даже если потеет, очень быстро высыхает и не замерзает. Поэтому всегда на вершину я одеваю эти носки. На подходах я использую, как правило, тонкие трекинговые носки. Ну, или чуть-чуть потолще. Вот. Обычно у меня ноги в спантиках не мерзнут. В конечности руки. Они также имеют склонность мерзнуть, и поэтому нужно позаботиться о хороших перчатках. Значит, вот на саммите я такие ОАР взял перчатки. Первый раз в них сходил и очень доволен. Тут кожаная прокладка. То есть удобно работать с веревкой. Они хорошо умещаются в жумар. И достаточно теплые. Они также двойные. Их можно вытащить и высушить в палатке. В 2016 году я взял с собой вот такие пуховые варежки, в которых ходил на пике Ленина. Но на пике Ленина ты с веревкой практически не работаешь. Там только в одном месте по ножу надо пожумарить. И держать трекинговые палки в таких варежках очень удобно. Они пуховые. Фирма Баск. Но на Хантенгри, когда ты работаешь очень много с жумаром и веревкой, в них совершенно неудобно. Потому что вот она еле сюда залазит. Пальцем тут ничего неудобно открывать-закрывать. Поэтому это не лучший вариант. То, что я показывал перед этим, конечно, более предпочтительно для Хантенгри. Также понадобятся тонкие перчатки. Причем я вот на вершине даже в них шел. Когда потеплело, я посмотрел фотки, я шел в них и не замерзал. И также я брал с собой вот такие перчатки, чтобы управлять Мавиком. Сенсорные. Но ни разу их не использовал. Потому что управлял в основном голыми руками. Как правило, когда ты идешь, тебе жарко. Вот. И руки зачастую не мерзнут. При восхождении на 7000-ник нужно одеваться по принципу капусты. То есть послойно. Значит, рассмотрим мою капусту. Это Севера термобелье Палар Тек. Достаточно теплое и толстое. Штаны такие же из комплекта. И штаны Mountain Hardwear. Они изнутри флисовые. Такой тоненький флис. И вверх из какой-то непонятной такой тянущейся ткани. Я даже не знаю, что это за ткань. Но ее прикол, что когда дождь падает не под прямым углом на них. Или мокрый снег. То они вообще не промыкают. То есть капли с них скатываются вниз. Это очень удобно. Вот. И сверху при сильном ветре я одевал самосбросы в мармор. Вот такая конструкция. Тоже непромыкаемая. И ветрозащитная. Валарка. Ей тоже 100 лет уже. Но она очень удобная. С карманчиками. Куда можно положить батарейки. От Мавика. Чтобы они чуть-чуть нагрелись перед взлетом. И сама куртка очень теплая. Можно носить на голое тело. Она очень приятна к телу. И очень хорошо греет. Рекомендую. Так. Это Dry Fit. Найковская футболка с длинным рукавом. Я их брал две. Одна у меня с капюшоном. Это тоже очень удобно. Ну, в одной ходишь в базовом лагере. В одной идет шамосхождение. В той, что с капюшоном. То есть она моментально высыхает. Можно ее использовать как нижний слой. Заместо термобелья. Пуховик. Очень легкий. Баск. На пластмассовой молнии. Минимум карманов. Весит 800 грамм. Вот. Но за счет того, что легкий. Верхняя ткань тонкая. И я его порвал. Вжимаясь в камни. На восхождении. Ну, у Олега был комплект. И Олег мне удачно его заклеил. Отличный пуховик. Кстати, ботинки должны быть с рантом под кошки. Причем я рекомендую жесткие кошки. То есть рант спереди и сзади. Это удобно одевать. Удобно носить. И нет опасности, что кошка где-то слетит, сползет, сдвинется. О снаряжении. Жумар. У меня Жумар лифт. Ему уже в обед 100 лет. Я его покупал в 2014 году. Но до сих пор безотказно служит. Нужен ли добур? Ни разу не пришлось воспользоваться. Но на всякий случай при падении в трещину может пригодиться. Восьмерка. Ну, я использую вот такую. Самый простой вариант. Четыре карабина. У меня даже пять оказалось. Руслан рекомендовал набрать грушевидные карабины. Чтобы при случае, что на веревках много узлов, чтобы узел тут свободно проходил. Но самомуфтующийся он, конечно, не рекомендовал. Но у меня два карабина с такими муфтами и два самомуфтующихся. Обвязка Пэтсла. Самостраховка, которую мы связали на высоте 5900 во время отдыха. Из веревки, по-моему, динамической дверки. Вот такая конструкция. Каска у меня с такими креплениями, чтобы камеру Sony Action на резинке крепить на голову. Блэк Даймонд. Лавинная лопата. Ред Фокс. Необходимая вещь, чтобы ровнять место под палатку. Ну и не дай бог, где-то выручать товарища из лавины. Накидка на рюкзак. Приходилось использовать и редко, но если вес не критичен, я рекомендую ее брать. Потому что на контендере тоже может быть и мокрый снег, и осадки, в которых будет рюкзак мокрый. Рюкзак. 60 литров. Но вполне достаточен. Фирма Ред Фокс. Очень легкий. По-моему, он весит 2 килограмма. Но, несмотря на это, у него нормальная поддержка из алюминиевых вставок для спины. Вот такая конструкция. Очень важный лайфхак. Это мешки для мусора. 60 литров я беру, особо прочные. Зачем они? Когда ты идешь наверх, лучше спальник, теплую одежду, то, что у тебя лежит в рюкзаке, упаковать в мешок для мусора. Ну, или в какой-то полиэтиленовый мешок, чтобы при случае мокрого снега, промокания рюкзака, падения, не дай бог, в какую-нибудь ледяную речку, чтобы вещи остались сухими. Вещи личные, гигиенические. Не забудьте крем с фактором защиты 50 и гигиеническую помаду. Тоже с высотним фактором защиты. Нож. Достаточно легкий. Выше базы, конечно, чехол не беру, чтобы вес уменьшить. Очень важно очки. Я беру, как правило, две пары. Фактор защиты 4. И вот обязательно должны быть вот такие сбоку защитные кожухи. Так, ну я всегда беру гулачков, потому что не дай бог где-то чего-то их уронить, упустить, сломать. Вот тут две шапки. Как правило, я беру что-то одно. Почему шапка с большими полями? Когда ты намазался кремом, и тебе нужно сфотографировать что-то на ярком солнце, тебе приходится пользоваться видоискателями. И прижимая фотоаппарат к лицу, ты этот крем весь на него смазываешь. Такая шапка, она защищает лицо, ну по крайней мере отбрасывает на лицо тень. И тебе не нужно пользоваться кремом, когда ты ноешь еще эту шапку. Рекомендую. Ну, примерно такая же кепка пристегивает сзади вот такая защита. И фактически ты защищаешь шею, уши от ультрафиолета. Фонарик. И обязательно сменный комплект батареи. Ну, в принципе, достаточно. Мне вот такого пепла фонарика всегда было на всех семитысячниках. Кейс под документы. Непромотаемые обязательно. Но документы, кстати, можно оставить у Димы Грекова в базе. Мы всегда так и делали. Измеритель, температура и ветра. Анимометр. Брал с собой на хантенгре, но что-то не очень попользовался. Ну и вот такая тоже удобная штучка, баф. Но я, как правило, использую, надевая на шею. И вот так. Под каску. Посуда, кружка, ложка, мышка. Кстати, о кружках. Значит, вот эта кружка с двойным дном. Ну, с двойными стенками. Напиток в ней остывает гораздо медленнее. Но минус, что ее нельзя использовать вот на горелке. И когда тебе нужно взять запасную горелку, чудесообразно, взять такую вот горелку с небольшим весом, которая накручивается прямо на баллон. Но тогда нужна посуда, в которой это все будет кипятиться. И вот приходится брать дополнительную кружку, которая однослойная. Из основной посуды, которой топишь снег, готовишь еду, я беру, ну, это не джек-бойл, но по тому же типу сделанная ковея. Вот такая конструкция накручивается на баллон. И наливается вода, кипятится. Ну, как правило, розжиг уже не работает. Приходится поджигать зажигалкой, зажигалкой или огнивом. Поэтому не забудьте взять хорошую, не пьезо зажигалку, потому что пьезо на высоте не горит. Термос. Лейкин. Простой, без всяких кнопочек, чтобы ничем не забивался и, не дай бог, не протекал. Термос должен держать температуру почти сутки. Но вот этот вот держит 14-17 часов. То есть, если налить сюда кипяток, то спустя 14 часов на него еще надо будет дуть. Поэтому очень хороший и легкий термос. Палатка. Ну, вот я беру такую палатку, четырехместку, WE-25 North Face. Пятером в нем, конечно, очень тесно. Троем. Вообще супер. Лидеруб. Самый простой. Вертикаль. Ну и темляк, который я сам связал для него. Тоже простые кошки. Гривель 12. Никогда их не точил. Использовал на двух семитысячных. Еще раз повторяю. Кошки и ботинки лучше иметь жестким креплением. Чтобы и спереди, и сзади были ранты. Трекинговые палки. Они уже у меня сточились. Даже нежелательно, и обязательно трекинговые палки вот с такими зажимами. Трекинговые палки с санговыми зажимами я не рекомендую. А на пике Ленина я чуть руки не отморозил. Когда холодно, это пластмасска, которая внутри затягивает палку. Она замерзает. И в итоге ты их не можешь затянуть, закрутить. Теряешь куйму времени. И отморозишь все руки, ко всему прочему. Так, ну, накидку от дождя. Я в этот раз даже, по-моему, не брал с собой. Спальник у меня по холме. Солено. На что хотел бы обратить внимание. Вот здесь очень мягкая и приятная к телу ткань. То есть, когда ты залазишь в холодный спальник, она нисколько не холодит тело. А, допустим, есть у меня еще один спальник Севера фирмы. Он хоть и рассчитан на такую же температуру, но там вот эта подкладка, она очень холодная. И ты залазишь и теряешь все тепло, которое в тебе есть. Вот. Комфорт минус 13, лимит минус 18. На коврике я решил не экономить, ни на весе, ни на стоимость. Поэтому купил вот такой терморест. Широкий и толстый. Некоторые говорят, что вот эти вот углубления в коврике, это неудобно. Я не согласен. Потому что, когда сюда наметает снег, то в отличие от ровного коврика, когда этот снег сразу же впитывается в спальник, тут снег скатывается вот в эти углубления, и спальник вот так спокойно лежит, и снег в него не впитывается. Поэтому я считаю, что коврик вот с такими углублениями, ну и углублениями другой формы, это наиболее оптимальный вариант. Также в моем файле есть фланцы. Вот они. Весят 100 грамм. Китай. А еще я беру в базовый лагерь вот такие неопреновые, как их назвать, чуни. Они весят, ну, грамм 300, наверное. В них очень удобно. В кроссовках, когда в базовом лагере выпадет вот столько снега, ходить совершенно некомфортно. Ну, а это сами понимаете. Прыг в них и пошел. А весят 300 грамм. Ах, да. Шапка из шерсти яка. Уникальная вещь. Купил в 2007 году в Непале за 150 рупий. По тем деньгам это где-то было рублей 80. Внутри тонкий флиз. Ну, даже не такой уж и тонкий. И сверху шерсть яка. Когда на улице минус 20 с ветром, да, эту шапочку начинают продувать. Но одеваешь капюшон от пуховки и никаких проблем. Прошла уже все горы высокие, в которых я был. Ну, и баул. Тоже куплен в Непале в 2007 году за 10 долларов. Очень удобная штука. Тоже рекомендую. Ну вот, а теперь немножко приберемся и я расскажу о гаджетах. Я использую сумку Sony FDR-X3000. Очень классная камера, которую очень удобно держать, удобно снимать себя, удобно ее быстро перевести на то, что ты хочешь показать. Имеет входы для микрофона, microUSB, еще один вход. Переваривает карту microSD и свою соньковскую какую-то memory stick. Значит, к этой камере я приобрел защитный кожух. Камера вот так выглядит. Защитный кожух ставится, чтобы не поцарапать линзу. И чтобы еще защитить защитный кожух, я напечатал на 3D принтеры вот такую крышечку. Вот. То есть вот у меня камера. К ней я беру три комплекта батареек. и вот такой крепеж на голову, на каску. Вот так вот крепится камера, и ты можешь снимать hand-free. Также в комплекте есть штатив, чтобы снимать таймлапс. ну так же можно это использовать как какую-то селфи-палку. Вот. И в комплекте шел бокс, но в горах, как правило, его использую очень редко, потому что в нем совершенно не слышно звук. Ну, тебе надо там какой-нибудь ручеечек поснимать где-нибудь внизу, наверх, как правило, я его не беру. Далее. DJI Mavic Air. Это вот такой комплект. Ну, здесь всякие зарядки, информации, запасные профиллеры, пульт. Вот этот пульт сюда вставляется в телефон, накручиваются стики вот таким образом, поднимаются антенны и ты управляешь дроном. Батарейки выглядят вот так, с индикатором заряда, ну и сам дрон выглядит следующим образом. Это вот такая коробочка, так вот складывается, сюда вставляется батарейка, снимается защита с камеры и можно видеть. И самый главный гаджет это фотик Olympus OMD EM1. Моделька довольно старая, сейчас уже вышел Mark II, но очень надежная. Хоть весит он грамм 500, но управляться с ним очень удобно. И картинка достаточно качественная. Сейчас снимается на Соньку, поэтому можете сравнить. Ну к нему я беру как правило 4 батарейки и вот такой кофр. Потому что сюда входит все и Mavic и все три батарейки от него и Сонька на которую сейчас идет съемка и запасные батарейки от нее. Достаточно плохо только входит сам фотик, но как правило я его таскаю на шее или в рюкзаке. Поэтому хоть этот кофр и весит грамм 400 не меньше, но во-первых предохраняет все гаджеты от удара, во-вторых достаточно удобная такая штучка. Ну и чтобы все это заряжать в базовом лагере нужен тройник, потому что не всегда там есть свободные слоты у розеток. Ах да, и смартфон. Необходимая вещь, на которую установлен DJI GO и все прочее, чтобы общаться с внешним миром, потому что в базовом лагере Хантенгри есть Wi-Fi 5 долларов в шасси. Ну вот, надеюсь, что мой обзор был вам интересен. Пишите в комментариях, задавайте вопросы, по возможности отвечу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok